Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. В этом видео я хочу рассказать о том, какой бывает шелк. Это очень частый вопрос моих туристов. Павел, где купить шелка? Настоящий он или нет? Стоит это делать или нет? В общем, я, честно, сам эту историю до конца никогда не изучал. Сейчас хочу зайти в магазин с ними, пообщаться и понять, как на самом деле проверить шелк, настоящий он или нет, сколько он стоит, настоящий шелк. И, соответственно, все, я вам это покажу. И вы уже сами сделаете выводы, где он покупает шелк, за сколько покупает шелк. Короче, не буду много говорить, пойдемте вместе со мной. Зайдем в один из магазинов в Дадумхай, магазин шелка. В общем, я здесь хожу в центре, рядом отель In Time. И здесь рядышком есть государственная аптека. И тут же я увидел название «Шелковый путь, второй этаж». Поэтому сейчас я зайду туда, познакомлюсь с продавцами, посмотрю, что они говорят мне, поспрашиваю, как это все лучше проверить. И вы сами сделаете выводы на эту тему. Покупать вам настоящий шелк или, возможно, вы будете покупать, ну, не оригинально, но хотя вы будете об этом знать. Я думаю, это очень важный момент при выборе любого товара. Важно знать настоящие свойства товара. Давайте зайдем. Кстати, на входе я вижу, что похоже не только один шелк и не только одно постельное белье. Да, здесь есть сувенирка. Вижу шелк. Привет. Привет. Как зовут? Меня Ксюша зовут. Ксюша, меня Павел. Смотри, я зашел почему в магазин, потому что у меня мои подписчики постоянно спрашивают вопрос, где покупать шелк. И самый главный вопрос – это настоящий шелк он или нет. То есть вообще, как его проверить и сколько он стоит. Потому что, насколько я знаю, шелк очень дорого стоит. И всем многим туристам его либо впаривают дорого, но не настоящий, либо дешево и говорят, что он настоящий. Вот мне реально самому хочется разобраться. Помоги, пожалуйста, расскажите с вашей точки зрения, как надо правильный выбор сделать, на что обратить внимание и, ну, естественно, сколько это стоит. Да, давай я тебе покажу все. И расскажу в будущем. Это у нас что? Это настоящее шелковое одеяло. Мы как раз показываем на двух образцах, как выбрать настоящее одеяло. Можно сразу вопрос, а зачем шелковое одеяло сейчас в принципе? Ну, во-первых. Почему нельзя там, не знаю, шестяное или синтепоновое? Во-первых, почему выбирают именно шелковое одеяло? Здесь не заводятся никакие клещи, ни бактерии. То есть оно очень долго служит. Вот видите, какие нити. Здесь содержатся протеины и аминокислоты в шелке. Вот, поэтому оно хорошо регулирует температуру тела, не скатывается, не вызывает аллергии и снимает напряжение за весь день. Извини, ты имеешь что-то скатываться? Вот у меня есть дома синтепоновое одеяло, они потом со временем кусочками становятся, а это не будет, да? Да, они как раз кусочками, такой шелк нет. Вот такие вот нити, они тянутся как паутинка. Вообще нити шелка, их невозможно подделать. Давайте покажу чуть-чуть. То есть вот такие вот паутинки. Почему нельзя подделать? Китай же все подделывают, даже рис подделывают, и мясо подделывают. Вот как раз именно вот, что касается настоящих шелковых оделок, то нет. И как делают? Подделок очень много встречается, все сюда приезжают за шелковыми изделиями. И как раз мы можем показать. Так, это у нас настоящее или нет? Это у нас настоящее одеяло. Которое тянется. Тянется. И также мы открываем, тоже смотрим. Одеяло вроде бы вам говорят, что шелковое, мы вскрываем. А, кстати, вопрос можно параллельно? Да. Вот шелк внутри, а снаружи это что? Обязательно должен быть только хлопковый белый чехол. Он не шелковый. Это белый чехол, а хлопковые нити, которые там. Посмотрите, какое притяжение. Только шелк хлопку так притягивается. То есть если будет добавлена синтетика в чехол, он уже так притягиваться не будет. Почему еще хлопок? Во-первых, оно не сбивается. Равномерно по всему оделу расположено. И также путеводитель, чтобы вы все получили полезные вещества из шелка. Путеводитель это хлопок. Через синтетику у вас ничего не... Все понял. Так, давай, это что? Дальше. Обращаю внимание на чехол. Обязательно должен быть белый хлопковый чехол, как мы говорили на этом отделе. Почему белый? Сразу обращаем внимание, на производстве делать только в белом. А, это у нас типа подделка, мы разбираем. Это подделка, да. Давай мы разбираем, смотрим, розовый чехол, и он блестит. Можно посмотреть. Здесь уже смотреть по... Когда новое одеяло, вроде бы не отличить. Здесь накрахмаленный белый чехол. Здесь уже добавлена синтетика. Если мы открываем замок, уже шелк так не прилипает. А, ну да, это из-за ткани или из-за шелка? Из-за ткани. Все понял. Здесь добавлена синтетика для блеска, для красоты, потому что наших покупателей очень много привлекает яркие цвета. Понял, понял. Вот. Здесь мы смотрим. Тот же самый шелк. Как мы и говорили, что шелк невозможно поделать, поэтому в районе замка всегда кладут 100% шелк. Дальше. Если мы запустим руку и покажем вам тоже серединку, тоже 100% шелк. Вот они, нити. Да, и чем? В общем, так же вам поджечь их. Это будет 100% шелк тоже. Но если запустить руку чуть дальше, мы увидим, что граница шелка закончилась. А, прикол. Я даже не думаю, что так могут подделывать. Я думаю, что подделка накроется, наверное, в самом производстве. Я не думаю, что могут. Я понял. Это как подделать. Забавно, да? Как можно еще отличить. Можно взять, если настоящее дело, есть возможность потрогать. Взять и покатать. Попробуйте. Так, держи камеру. Можно покатать. Что надо делать? Так, все, внимание. Нити шелка, они катаются. А сейчас сравнить. Так, здесь они как такие, да, как шарики. Здесь еще очень важно растянуть наполнитель. То есть он тянется 15-20 сантиметров. Так, а здесь? А здесь вообще просто как это, одеяло обычное. Да, если потянуть. Там как шарики, как будто катаешь между руками. Да, и если потянуть, он без проблем рвется. А, я понял. То есть без проблем можно отличить одеяло, не смотря вовнутрь. Позжечь это можно... А то есть нормально, если я зайду в какой-нибудь магазин, где продают одеяло, не знаю, у вас там какой-то небольшой магазин, а если какая-то фабрика или куда-то, они дадут вообще-то руку засунуть? Да, обычно вам дадут, вы также засовываете руку, достаете здесь шелк. Но если, так же можно... Ну, конечно, такое не дают. Не дают, да, скорее всего? Вот. Я понял. Под шелком уже холофайбер, вата, ну, в общем, синтетику. Я понял. В общем, ребят, вот исходя из текущего разговора, я понял, что подделка кроется не в самом поделке шелка, а что нужно именно проверять, потому что может быть микс с краев в шелк, а в серединке, может быть, ну, вы поняли, уже вата там или что там, холофайбер, да? Да, да. Всякая, в общем, ерунда. Разные поделки, они по этому по-разному стоят. Так, хорошо, с одеялами разобрались. Короче, одеяло, вроде все понятно. И сколько, хорошо, так, теперь сколько стоит одеяло подделочное и настоящее, или они могут вообще по-одинаковому стоить? Могут стоить по-одинаковому, смотря какой продавец и какой человек. А вот по факту настоящее сколько стоит? По факту настоящее стоит не менее 1000 юаней. Это 10 тысяч рублей, да, грубо говоря? Да, и самая отличная особенность, такие одеяла настоящие не вакуумируются, потому что при вакууме шелк, нити шелка склеиваются, а это нельзя для шелка. Подделки без проблем вакуумируют, запакованы, чтобы вы... Слушай, по-моему, во всех таких магазинчиках их часто вакуумы высовывают. Да, и так и делают. А тогда вопрос, у меня такой уже чисто практически, если я там решил покупать, а размеры, они европейского формата идут, размеры или как? Есть размеры разные. Есть европейские, это 200 на 230 стандартные европейские, и полуторки 150 на 210. И также цена зависит от веса шелка. То есть здесь продается по весу. Это как? Есть килограмм наполнения шелк, полтора килограмма шелка. А это считается по наполнению или по теплости? Потому что, допустим, в России там же есть многие прохладные дела. Шелк регулирует температуру кео, поэтому это уже как любит человек. Кто-то любит как под простынками спать, а кто-то любит что-то такое. Ну, средний вариант. Вот я люблю, чтобы одеяло укрылся, не знаю, сюда засунут между коленок, не знаю, какой спольный идут. Полтора килограмма, это самая максимальная, полтора-два килограмма. Это сколько получается такое? Если взять большое одеяло, у нас там спальная кровать, там если 2 метра, сколько будет? 100 грамм шелка приравнивается к 100 юаней. То есть вы сами можете посчитать, да, стоимость. Полторы тысячи юаней будет большое, все основное. Так, хорошо, теперь смотрю, у вас тут еще куча джет-постельного белья. Расскажение про него. Вот сколько оно стоит и сколько вообще, самый первый вопрос, который, я уверен, вас волнует, сколько стоит нормальный комплект шелкового белья. Давайте, наверное, возьмем двухспальную кровать, потому что я уверен, что в основном, наверное, пары хотят спать на шелковом белье. Ну, я думаю, это, наверное, больше запрос, и начнем с этого, логично, что односпальные будут стоить дешевле. Так, давай, поехали. Ну, вообще, постельное белье есть разного качества, то есть разный состав. Так, у нас есть в продаже сатин бамбук, это высокая самая плотность с сатином. Это не шелк. Хорошо. Вот это что? Это что? Это что? Сатин плюс шелк. Тоже с этим. Если мы говорим, все мечтают о настоящем шелковом постельном, все же мечтают, то это, конечно, увод. Так же очень много, так же, как и с одеялами, мы все показываем, тост разворачиваем и показываем, как отличать. Шелк тоже. А комплект идет всегда, ну, как обычно, под одеяльник, наволочка? Стандарт, да, идет. Две наволочки, под одеяльник и просто. Так же мы показываем, как и на одеялок, чтобы вы понимали, как отличать шелк, это тактильное ощущение и способ жжения шелка. Поджигать? Да, конечно. И тактильное как-то, в чем смысл? Тактильное, смотрите, обращайте внимание, шелк, у него естественный блеск менее, чем у полиэстера. Если видно... Ну, я, наверное, не эксперт, но может быть, да, может быть. Когда вместе показываем, это, конечно, можно включить, но когда нет с чем сравнить, очень тяжело. Поэтому обращайте внимание на блеск, ну и, конечно... А как потрогать, может, как-то можно по ощупь попробовать? Да, на ощупь тоже. Шелк, он менее гладкий, он немножко бархатистый. Если брать полиэстер, он очень гладкий. Так, ну подожди, я попробую. Сейчас я попробую что на ощупь понять. О! Так, а это? И он немножко цепляется еще полиэстер, если брать. Так, это шелк, да? Слушайте, я не знаю, как на камеру передать. Короче, вот это шелк, ты вот так, если пальцами проводишь по нему, у него звука такого громкого нет. Ну, гладенько идет. Ну, это мое мнение, да? Я не знаю, сейчас спросим, так или нет. А вот этот, когда беру вот так, он прям как, ну, сильно громкий, он так, не знаю. Короче, он шумит. Это в этом смысл? И в этом тоже. Вот. Ну и так же можно, конечно, поджечь. Давай подожгем. Обязательно. Либо мы можем также показать... Ань, принеси, пожалуйста. Ну, прям это будем постельное белье жечь? Мы сейчас покажем на плотках как раз. Угу, угу. Так, ладно, пока несут, скажи, сколько постельное белье это стоит? Постельное белье настоящее стоит как минимум 4 тысячи июня. Это 40 тысяч рублей. Это нормальные цены. Да, например, если брать вот такое постельное белье, которое... А это что за материал, если это? Это синтетика. Синтетика. Полиэстер. Ну, его предлагают тоже за какие деньги? Даже если подделка. Бывает и за 1000 июня продают, и бывает и за 100 июня. То есть... Короче, можно купить полную ерунду, но по высокой цене тоже, я так понял. Угу. Все понятно. Так, все, давай это дожечь. Ну, слушайте, ну, 40 тысяч рублей белье, я не знаю, мне кажется, не каждый готов купить. Наверное, только те, кто... Наверное, только те, у кого есть достаточно большой бюджет. Хотя, ну, не знаю, на мой взгляд... Если человек, на самом деле, наверное, приехал сюда, на Хайнань, полечиться, отдыхать там с чувством толковой расстановкой, как говорится, наверное, он позволит себе такие покупки, потому что когда-то я ездил, как турист тоже ездил на обзорные экскурсии, и там продавали шелк. Я видел, как люди вообще смело покупали, хотя даже по внешнему виду их не скажешь, постельное белье там за 25 тысяч рублей, за 30 тысяч рублей, это я видел реально. Поэтому я думаю, ну, на какое-то количество людей всегда есть те люди, которые хотят купить. Ну, в общем, цель сейчас рассказать, сейчас там будут жечь, да, все, посмотрим. Как говорит, моя цель была сейчас посмотреть, сколько это стоит реально, потому что вы меня об этом спрашивали, да, я хочу ответить. И я сам реально, ну, не вникал сильно в этот вопрос и решил вот выникнуть. Так, давайте, что мы будем жечь? Да, давайте мы на свет, да, куда-нибудь, да. Давайте мы на свет, да, тоже покажем. Очень тоже такая небольшая уловка. Давай. Визуально платки одинаковые, то есть подкладка все у нас одинаковое. Это какой-то там теплый, да? Да, это утепление, это шумер или... Так, как понять, какой опять оригинал? О, вот это, кстати, не знаю, слышно? Шумит. Вот этот не шумит, а этот сразу шумит. Короче, все, лайфхак, я понял. Первое, проверяем, это, короче, трогаем рукой, если гладенько, значит как бы шелк, если не гладенько, значит шумит. Но если настоящего шелка нет, значит все шумит, и тогда надо жечь. Так, сейчас будем жечь. Огонь настоящий. Смотрите, обращайте внимание, если здесь содержится синтетика, он начнет плавиться. А, вот, вижу, да, вижу, вижу, да, поплавился. А это что с ним будет? Это стопроцентно шелк. А теперь потрогайте. Нет, так еще нет, давай еще пожьем. Давай вот сюда свет, давай вот сюда, вот сюда. Да, вот здесь деньги, да, жги. А теперь потрогайте. Ну она тепленькая, она не горит. Да, он не плавится, это стопроцентно шелк. Короче, надо жечь, надо жечь. Все можно жечь. Все можно жечь. Короче, я понял, надо заходить в магазины жечь. Слушайте, ну а в магазинах дают других каких-нибудь жечь это или нет? Или могут? А, я понял, короче, если жечь не дают, значит ненастоящий шелк может смело разовачиваться и уходить. Так, все, я понял. Так, будем жить. Хорошо, ладно, мы сейчас покажем, что это за магазин, как называется. Да, если захотите сюда прийти, видите, это в центре до Дунхая. Я здесь прогуливался рядом с Италем Хертон и Интайм. Он сейчас называется Луи Севью. Ну, в общем, я покажу, где это, если захотите сюда прийти. Так, теперь, в общем, я разобрался с шелком. Теперь покажите по ассортименту, что есть еще и что так же натурально, не натурально и по ценам. Еще раз пройдемся, потому что это самый любимый вопрос там моих туристов, сколько это стоит. Я понимаю, что это видео можете посмотреть уже через 2 года, но в любом случае примерно ценообразование вы поймете. Так, давай на шелке, на шарфе. Сколько шарф стоит ненатуральный или натуральный? Ненатуральный может стоить от 10 юаней и до 150 юаней. Если сравнивать именно вот эти шарфы, которые мы вам показывали, этот стоит 99 юаней, такой стоит 349 юаней. Здесь уже будет настоящий шелк. То есть сразу цена... Хотя 3000... 3000, я думаю, это нормальная цена, тем более, что это настоящий шелк и можно какую-то интересную рассветку выбрать. Я сейчас просто почему так думаю, что нормальная цена, потому что вот эти платки... Я забываю, как они называются там. Знаете, вот эти разноцветные русские? Ну что, да, да, да. Ну, в общем, вы поняли. Да, платки, они на самом деле в Москве просто заходил, они там стоят и по 5 и по 8 тысяч рублей есть. Ну, тут такие шерстяные, видели, разноцветные платки. Поэтому, я думаю, для такого шарфа это адекватная цена, тем более, что это шелк. Так, да. Здесь у нас очень большой ассортимент разных платков. Здесь поменьше, побольше. Да, поменьше, побольше. А вы только оригинал продаете или нет? Или вы говорите, есть и так? Только оригинал. Только оригинал, да? Все понял. Также еще у нас на платках на больших и на шарфах ручная обработка края. Это присуще только настоящему шелку. А зачем? Делают вручную. Зачем? Это дорогая ткань. А, все типа, я понял. Очень ценится ручная обработка края. Так, по одежде, давай пойдем посмотрим, что по одежде есть. Это тоже, это домашний, да, комплект такой какой-то, да? Ну, вообще нет, это просто сейчас вода такая более домашняя. Ну, да, все я понял. У нас есть и тепленые, и настоящий шелк, конечно. И размеры у нас... Ну, вот это, это что за материал? Это все шелк. Это все шелк, да? Мы представляем. А у вас мужской одежды вообще нету, да? Только женская? Есть и рубашки шелковые, и жемпирая с кашемирой и шерстью. Так, есть национальные, есть классические. Это прям не ходить, да? Да, конечно. У них очень комфортно в любую погоду. Сколько такая стоит? Такая 590 юаней. То есть, теоретически, если я соберусь покупать, я могу у вас ее поджечь? Конечно. Все, понял, супер. Хорошо, так, ладно, маленько разобрались с этим. Если вам что-то непонятно, напишите, пожалуйста, внизу комментарий, я там отвечу вам сам. Ну, я думаю, все предельно ясно. В общем, мы трогаем шелк, мы жгем шелк, и тогда мы понимаем настоящий он или нет. Для себя я сделал вывод, что, наверное, настоящий шелк, он не дешевый. Поэтому, если мы говорим о комплекте постельного белья, это будет такое нормальное удовольствие. Для многих это, возможно, как цена тура на хайна не будет стоить. Но, я думаю, каждый товар находит своего покупателя, это точно. Если, я так понял, вы зашли в магазин какой-то, например, как в этот, да, наверное, в этот стоит, думаю, зайти, потому что они хотя бы говорят, как есть. Для меня вот тоже важный момент, что они говорят, как есть. И, я думаю, можно тогда выбрать белье из других материалов. Бамбук, да? Есть сатин-бамбук, да. Сатин-бамбук, например. Он тоже комфортное белье? Конечно. Это натуральное. Потому что, я думаю, вы не останетесь без покупки, если ваш план был купить постельное белье, можно выбрать какое-то другое. Так, что у вас еще есть интересное? Я смотрю, у вас тут сувенирка еще какая-то, да? Да, проходите. Это для тех, кто узнал, я понял, не сувенирка, а для тех, кто узнал цену белья и понял, что у него денег только на магнитик. Да, и они покупают магнитик. Да, что про магнитики скажете? Они, наверное, везде такие же, одинаковые продаются, как у вас? Магниты разные даже. У нас еще и акции разные проходят. Опять берете магниты в шестой в подарок, ну и также вообще на всю аксессуарную продукцию. Также есть и по одному, Иоаню, магниты, тарелки, зеркала, которые как раз пользуются популярностью для наших покупателей. То, что привезти на сувениры близким родным. Сувенирная продукция – это индивидуальная разработка. У нас свои дизайнеры, они сами рисуют, и поэтому только у вас. Сместе, такое на улице не купить, что ли? Нет. У нас все делается под заказ и рисунки, все индивидуальные. Вот, так что не купили постельное белье дорогое, купили эксклюзивный магнитик, зеркальце или тарелочку. Так, ладно, еще смотрю чай. Вот, кстати, по вопросу чая еще здесь, меня многие спрашивали, как я уже где-то показывал, что чай я не рекомендую покупать. Уже, в принципе, в упаковке подарочной сразу по двум причинам. Потому что это бывает часто либо неправильный вес, либо тот вкус, который, возможно, вы пить не будете. Это, знаете, как в Турции бывают сладости весовые, а есть в упаковке, как говорится, для соседа. Поэтому я, лично я рекомендую покупать чай весовой. Вот смотрите, есть вот такая упаковка, но я не знаю, насколько сейчас есть смысл вот ее просто не глядя купить. Я думаю, надо его попробовать. Но лучше, наверное, вот взять такие весовые чаи, да, попробовать каждый. Или вот смотрите, сколько много. И, исходя из этого, уже сделать свой выбор. Кстати, категория АА, если мы их в других видео смотрели, это категория, скажем, как звездность, да, в Китае она распространена. Чем больше буков А, тем выше, скажем, уровень и качество того продукта, ну или услуги, скажем так. Так, ну что, давайте попробуем. У меня есть, как в той песне. Люблю чай, как панда любит бамбук. Три любимых чая, это пуэр, тюгуанин и дохунпао. Поэтому я их сейчас попробую, понятно, что вкус я вам не передам, но я хочу показать вам сам принцип, как надо покупать чай. 100%, если вы решили купить, например, пуэр, они есть абсолютно разные. Вот я сейчас смотрю по ценам. У них есть 50 юаней, 90, уже 280, 320, 450 и так далее. Тогда вопрос, в чем разница? Здравствуйте. Здравствуйте. Если говорим про пуэр, если вам именно пуэр интересен, я бы лучше вам показала. Да. То есть, когда люди к нам приходят, первый раз, допустим, точно так же, как кто-нибудь из песни слышал, захочется попробовать пуэр, что это такое. Если ориентироваться просто по цене, не совсем понятно. Поэтому у нас умышленно… Извините, я думаю, многие ходят, сравнивают цены и ориентируются 100% в первую очередь на цену. Вот. Есть несколько критериев, как оценить правильный пуэр. Умышленно мы раскрываем каждый блин, чтобы у человека была возможность заглянуть вовнутрь. То есть, если мы смотрим дешевый образец, 50 юаней он стоит, можно разглядеть. Видите ветки? Да, вижу. Прямо такие конкретные бревна. О чем это говорит? Что сырье здесь было не совсем качественное. Это как понять. Верхние хорошие листочки отдали другому чаю, а здесь уже все, что осталось. А, ну типа это я понял. Это как чай в пакетиках бывает. Есть чай в пакетиках нормально, а есть там типа одна пыль уже в пакетиках. Я понял, примерно смысл такой. Ну вот, например, другой. Там же не по возрастам на самом деле. А почему 14-й год одну 50-280? Это как раз за качество, да? Возраст тоже важен при условии, что качество хорошее. Если в 14-м году собрали плохой чай, то он сколько лежать не будет, он от этого лучше не станет. Если берем образец хороший, посмотрим вовнутрь, видите светлые вкрапления. Это почка. Да, если уже такого соломы нет. Чем почек больше, тем дороже считается чай. Почки это где? Почки, дожди. Почки, вот они светленькие. А, вот это, почки. Все понял. Почки чайного листа. Они всегда ценятся выше. Соответственно, этот будет лежать, стареть и становиться лучше. Тот чай, который из веток, он лучше от этого не станет. Вот мы его обычно даем на пробу. Либо этот, либо еще немножко повыше. Уже то, что хорошее. Так, понятно, понятно. И тогда вопрос у меня по другим-то чаям. То есть мы можем сейчас взять, попробовать. Ну, в общем, я скажу так. В Пуэро, в общем, все понятно. Думаю, прояснили ситуацию. По всем остальным чаям я, наверное, бы попробовал их все-таки. То есть взял бы и попробовал. Кстати, я вот тут приметил. Вот такой чай частенько на обзорных экскурсиях. Я видел, он раскрывается в форме цветка. И там очень много вау-эффекта делают, чтобы люди купили. Я не помню, сколько он там стоит, но здесь он стоит 30 юаней 100 грамм. А эта упаковка сколько? 100 грамм. 300 рублей. Ну, мне кажется, это гораздо дешевле, чем на экскурсии. Ладно, так, давайте попробуем чай. Смотрите, тут мы сейчас поговорили, и я понял, что они продают не только на вес, но и в упаковках. Но упаковки, они готовы каждую прям из большой упаковки открыть, дать попробовать. И чтобы у вас не было ощущения, да, что вам сначала дали попробовать одну, а потом другую. Я спросил, почему так, потому что мне сказали, что у нас просто больше сортов чая в упаковках в том числе. Так, все, давайте смотрим. Ну, давайте я сейчас кратко так расскажу. Любой чай по-любому нужно заварить именно по правильному, да, и дать попробовать вам. То есть вы сейчас его попробовали. Если он вас устроил, можно уже, как говорится, дальше разговаривать о покупке. Если вас этот чай не устроил, попросите другой чай, чтобы вы могли попробовать. Не уходите просто с чаем, лишь бы взять, потому что вы его бросите дома, и это будет бессмысленная трата денег. Точно. Это у нас тигуанин, да? Да, это железная вагиня. Улун тигуанин. Кстати, чай зеленый никогда не заваривают, как наши черные заварили и сразу пьют, его сливают, промывают. Да, верно же? Верно. Да, промывают. Сколько раз он будет промывать? Зеленый достаточно один раз промыть. На самом деле 2-3 раза промывается обычно только поэр. На самом деле я еще думаю, вот я, кстати, дома чай пью, если вы помните, да, на прямых эфирах. Я всегда тоже промываю, делаю, и не как у нас, да, чайник заварил, он там лежит, надо заварить. Сейчас он покажет, да, в процессе, я пока говорю, вы сразу сделаете. То есть его вот так заваривают, наливают, потом снова добавляют кипятка, снова наливают. Его не пьют так, что вот заварили там большую, скажем, большой заварник, и потом поставили и пьют из него все. Это, ну, не турецкий чай, его вот налили, вылили, и так, по-моему, можно, да, там, несколько раз, да, там, 4-5, ну, даже 7 раз. А заварка осталась сухая, чай в отдельной емкости. Да, да. Ну, вот про это я говорил, не оставляйте, потому что он может начать уже потом горчить и будет невкусный. А лучше вот вылить всю воду, а потом уже, соответственно, залить еще разок. Ну, похож мне дома такой же, похожий чай. Да, и его, кстати, вот такие чаи классно пить, когда, я вот почему выбираю, когда долго что-то делаешь, хочешь попить, да, вот налил, попил, налил, попил, да, не так, что разок выпил и все. Потому что, например, если вы кофе возьмете, его невозможно пить весь день, вас просто, вас просто с него, кажется, унесет, да, то есть кофе нельзя весь день пить, это просто невозможно. А такой чаек можно спокойно попивать. Правда, не знаю, удобно вам будет использовать маленькие такие кружечки, здесь сами решайте, но в какой-то степени это удобно. Но я думаю, на самом деле, из нормальных больших кружек, люди здесь решайте сами. Но вот что-что, я вот про чайник бы однозначно бы заморочился, потому что вот есть такие чайники, да, это, наверное, может, не сильно удобно. А есть такие, у вас есть, да? А, вот эти у них есть, смотрите. Вот у них есть вот такие чайники, здесь открою, да, прошу позволить мне. Во, все, мне принесли, смотрите. Здесь у меня дома такого же формата чайник, то есть вы сюда насыпаете заварку, вот сюда, наливаете кипяток, ставите, на кнопочку нажали, он слил, и как раз он сухой остается, и все вы выливаете. Эту банку, кстати, иногда вам даже в холодильник можно поставить, если ты вечером пьешь, можно в холодильник поставить, на следующий день опять заварить. Поэтому обязательно возьмите такой чайник, я не знаю, сколько он стоит здесь у вас? 10 юаней. А, ерунда, я, кстати, покупал на пешеходной улице, он там стоил те же самые деньги, кстати, дешево, дешево, очень дешево. 10 юаней, это вообще ни о чем, потому что такой чайник, например, в России будет стоить не меньше 600 рублей, бывает до 1000, поэтому, короче, берите 2. Я, потому что себе таких реально 2 купил, в этой поездке еще купил, потому что, ну, если разобьется, потом и чай пить будет не из чего. Так, у нас какой чай на подходе? Я вам сделала вторую заварку, как вы правильно сказали, чай можно заваривать несколько раз, и я могу вам объяснить, почему китайцы пьют из маленьких чашечек. То есть, так как чай заваривается несколько раз, вы залили первую заварку сделали, разлили по чашечкам, у вас вкус один. Когда делаете вторую заварку, вкус уже меняется, вкус уже будет другой, и то есть, чтобы они не смешивались, чашечки маленького размера. То есть, каждую заварку вы почувствуете именно вот эту всю градацию, от первой до последней, как вкус будет меняться. Согласен, согласен. Так что, значит, надо взять маленькие чашечки, мне тоже. Можно из больших, кто как привык. Ну, я понял, главное смысл, что слить всю воду, потом второй раз заварить и все. То есть, если вы готовы много чая пить, то можно и маленькие чашечки сильно не использовать. Большой красный халат от Дахун Пао. Ну, принцип заварки вы поняли, все то же самое. Сейчас наливаем, сливаем, наливаем первую, вторую, третью. Собственно, китайцы, они же там себе целую церемонию устраивают. Мы, конечно, вряд ли такое будем делать, но хотя бы вот эту базовую, скажем, настройку, как сделать чай, надо иметь в виду. Потому что я знаю, когда он готовит чай, я знаю, многие туристы, не только туристы мои, вообще люди, они покупают зеленый чай какой-нибудь или какой-то китайский чай, а потом говорят, да ну, мы его купили, пить невозможно, какая-то ерунда, мы заварили. Это как раз проблема заваривания. То есть, неправильно заваривать, заваривать как наш узкий чай. Положили там ложку в чайник, заварник поставили, 10 минут подождали, начали пить. Это, ну, крайне неправильная история, поэтому имейте это в виду. Смотрите, тут пока мы сейчас пили один-другой чай, Таня мне сказала, что есть еще какой-то чай, который набирает популярность, и он черный. Как он называется, скажи, пожалуйста. Очень смешное название на наш русский манер. Называется лапсанг сушенг. Лапсанг сушенг. Лапша сушеная, короче. Практически. Но с китайским названием ничего общего. По-китайски он называется сяо джунг. Понятно. А это китайский чай? Это китайский чай. Но черный, да? Китайцы говорят красный, а мы говорим черный, то есть разница только в языке. И он сейчас набирает обороты среди особенно русской молодежи. У него интересные нотки коптится он на сосновых опилках. Поэтому… А почему молодежи? Тоже считается, если покрепче заварить, может таким вот бодрящим действием обладать. А, я понял, понял. Бодрящим действием. Да. Понятно. А для пуэра? Так. Что у нас заварился до хум пао? Приборы желательно, чтобы для церемонии были натуральные. То есть у нас используются бамбуковые щипчики, бамбуковая палочка, стекло, керамика. Я знаю, что окиселяется вроде от железа, да? Насколько я знаю. Как можно меньше металла. Да, да. Это у меня есть до хум пао, но это, кажется, или может первая заварка, кажется, что такое… Она мягче. Да, да. У меня вполне мягче дома есть. Вторая, третья раскроются уже в полном мире. Да. Кстати, еще очень показательный момент. Если человек, который вам заваривает чай, пьет с вами, то это хорошо. Если человек не пьет чай, который… А, я понял. …заваривает вам, он все-таки знает, что он вам заваривает. Такой тревожный звоночек. Я понял, понял. То есть когда покупаете, пейте вместе. Скажи, пей чай со мной. Если пить не будешь, да, я не буду покупать. На хум пао «Большой красный халат» это, кстати, буквально перевод с китайского. Я что-то помню, там какая-то история была связана, что обезьяны чай собирали где-то там, когда-то они там нет. Что-то была такая история. У нас есть другая легенда. Другая, а ну-ка расскажите. В императорском саду было три дерева. И чай с этих деревьев очень нравился императору. И чтобы никто другой, кроме него, этот чай не пил, он приказал накрыть их как раз большими красными тряпками. То есть все знали, что остальные кусты можно использовать, а вот эти три только ему принадлежат. Отметил свой чай. Да. Все понял, понял. В общем, это такой достаточно хороший чай. Кстати, мы про цены не поговорили. Сколько от Духом Пао стоит 100 грамм? От 30 юаней. Да. Мы с вами будем за 80. Один из самых дорогих. Опять же категория 3А. Ну, я говорю, здесь сами смотрите. Мне кажется, чай китайский можно, наверное, сравнить в какой-то степени с коньяком. Чем дольше он, тем он насыщеннее вкус. Здесь примерно похожая история. Если вы начинающий чаепитец, скажем так, то, может быть, нет смысла покупать дорогой чай. Но, с другой стороны, я бы, наверное, купил сразу хороший, чтобы вы знали уровень. Потому что купить какой-то не очень хороший чай и пить его, а потом повышать, наверное, не очень правильно будет. Так, ну и у нас остался пуэр. Отдаю стаканчик. А что такое вообще за лягушечек? Деньги нам приносит. А, все понятно. Талисман. Ну, пуэр и пуэр, мне кажется, они... Кстати, они тоже очень сильно различаются, на самом деле. Для того человека, кто первый раз попробует, для него это будет необычно, такой немножко земляной, терпкий вкус. Но все-таки надо попробовать несколько разных, потому что из этих вкусов все равно будет какой-то лучше. И еще, на мой взгляд, я, кстати, раньше даже не знал, с молоком он очень сильно меняет вкус. И если кто-то не хочет его пить вот в таком виде, то с молоком он бывает гораздо приятнее. Ну, для некоторых. То есть мне нравится и так, и так, на самом деле. Просто не все об этом знают, что его пьют с молоком. Да, я прав? Да. Ну, нам сейчас дадут молоко кокосовое, кокосовую пудру. Кстати, это очень, это, кстати, очень распространенная история. И мы даже привозили, вот у меня многие, кстати, туристы спрашивают, что привезти из Китая. Я говорю, привезти своим там друзьям вот кокосовая вот эта пудра, ну, порошок, молоко. Оно будет вообще в разных вариациях. Бывает просто кокос, бывает там с манго и бывает прям сразу с кофе замешанное. Скажем, такой хайнань гифт, такой подарок из хайнани. Будет необычно, многим очень нравится, да, и вот можно брать. Так, у нас куэр с кокосовым молоком. Так, даже детям нравится. Да, да, да. Интересное сочетание куэр и кокос. Вот кокос отсюда шоколадность вытягивается. Да, 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 кстати, да, точно. Он начинает такой немножко шоколадным вкусом быть. Кстати, прикольный запах кокоса. Ну, кто любит кокос, очень будет. Дома можно сколовить без проблем. Да, да, да. Сгущенка, сливки, будет очень вкусно. Ну что, тогда, Аня, спасибо большое. Мне очень было приятно поговорить. Мне, кстати, хорошо, что вы говорили все как есть, не придумано. На самом деле, вы, мои дорогие подписчики и туристы, поймите главное, это был не рекламный ролик, это реальный магазин. Я реально сейчас шел по улице, зашел именно сюда, потому что вы, как видите, я всегда проверяю сам, не договариваюсь, сразу напрямую захожу и начинаю общаться. Думаю, вы сделали свой вывод, давайте сделаем резюме. Шелк мы жгем, если у нас есть сомнения, трогаем сначала на ощупь. Чай мы выбираем по принципу, пробуем, пьем, потом покупаем. Где это сделать, я сейчас выйду на улицу, покажу, где это место находится, чтобы вам было понятно, как заходить сюда. Я не знаю, может быть сейчас контакт какой-то, есть у нас какой-то контакт? У нас есть Инстаграм, есть ВКонтакте, у нас есть визитная карточка по контакту. Что-то по бонусу, когда к нам туризм приходит. А, кстати, я видел тут какая-то штука, да, послушаем. Мы даем такой буклет в качестве небольшого презента. Здесь наша местность, вот тогда Дунхай. Остров, схематически карта изображена, а внутри, самое главное, небольшой разговорник. А, я да, да, понял. И туристические объекты на русском, на китайском. Как показать. Да, и как проехать. То есть везде можно проехать самостоятельно, кто особенно любит такой более гигикий приз. Вот это у меня частые вопросы задаете. Так что, вот вам можно сюда прийти, взять такую бумажку, как минимум. За ней сюда прийти, взять такую бумажку и задавать вопросы. И да, я, кстати, видел у вас когда-то вот это, коробочки с цифрами. Это вот тоже какой-то, да, бонус? Приятности для наших покупателей, чтобы в конце еще более приятное впечатление о нас оставить. В зависимости от суммы покупки у людей впоследствии будут подарки. Это что, беспроигрышная лотерейка, да? Беспроигрышная лотерея. И что там за подарки? Соответственно, вашей сумме. А можно я разверну за 100 и самое дорогое? Просто интересно. Вам по-любому тоже интересно. Так, берем любой за 100. Так, что у меня тут будет? Да, подержите камеру, да? Вот отсюда, да. Спасибо. Так, мне достался магнитик. Если я купил на 1000 рублей, мне подарят магнитик. Так, закрываю глаза. Так, это в дорогом самом, да? 6000 рублей. А там дороже? Да. Вот 7, 7, 7. Так, прикиньте, постельное белье. Люксатин. Она по стоимости 690 рублей. Прикольно. О, это уже приличненько. Это уже хороший секунд. Так, ладно, я вкладываю на место, перемешаю, чтобы вы не запомнили, да? Все, ну, слушайте, прикольно, да, это прикольный бонус. Такая заманушка хорошая, да. Супер. Ой, собака, кстати, управляет. Че собака? Ты чья? Охраняет все. Да. Ну что, я-то пошел, пока-пока. Пока-пока. Друзья, самое главное, я для вас договорился о скидке. Скидка для моих клиентов 15% на все. Все. Кодовое слово. New York is Travel. Не забудьте об этом. И приходите в этот магазин, требуйте свою скидочку. Все, я пошел. В общем, друзья, вы поняли, где нужно и как нужно выбирать. Сейчас я вам покажу это место. Кстати, здесь такой немножко странный, наверное, проход был. Вы, наверное, заметили, мы проходим через аптеку. Вот она. Тут, кстати, девчонки, вот. Они на русском, кстати, говорят. Если, наверное, в аптеку захотите, можете прийти. Так, 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 мы с вами выходим. Мы сейчас вот вышли. Сейчас вас сориентирую. Вот это отель Хертон. Здесь справа сразу стоит отель Интайм. Вот здесь такая большая-большая улица. Написано грустажная аптека и... А, вот шелковый путь, второй этаж. Так что заходите сюда. Если хотите, конечно. Здесь цель моя была именно разобраться в этом моменте. Я разобрался. А теперь я познакомился с этими ребятами. Наверное, теперь можно их как-то рекомендовать. Потому что, как минимум, они говорят, как есть. Мы испытали все, проверили. Спасибо, что весь этот выпуск вы досмотрели до конца. Буду заканчивать этот уже и так длинный выпуск. Думаю, вам было интересно понять, как выбрать чай. А самое главное, как выбрать шелк. Друзья, я напоминаю, что я занимаюсь продаж и оформлением туров на остров Хайнань. Поэтому прямо сейчас вы можете под этим видео перейти на мой прямой WhatsApp. А также оставить заявку на моем сайте. Не забудьте, что у меня есть два аккаунта в Инстаграме. Если кому удобен этот формат, вот сюда можете переходить. Здесь будет также указан под видео мой аккаунт лично, где я путешествую, рассказываю о всем, где я бываю, как и так далее. Есть у меня HiNine Travel Instagram, в котором я рассказываю именно о полезных советах. Где можно просто взять пост и использовать его как некий справочник, как некий лайфхак. Используя его здесь при поездке на Хайнань. Ну и смотрите мое видео. Напоминаю, у меня зовут Павел Георгиев. Это тур фирмы и блог YORGIFTravel. Увидимся в следующих видео. Пока!